программа autodesk sketchbook для планшетных устройств вот так она выглядит при запуске при первом запуске значит что мы здесь имеем мы здесь имеем панель вот и кнопку вызова еще двух панелей здесь у нас кисти здесь у нас палитра и так важный момент с которого мы начинаем значит самый важный момент для того чтобы потом переводить наши наши рисунки в вектор это слои значит в верху верхней панели у нас есть крайняя правая кнопочка которая открывает у нас панель слоев значит вот какой вид она имеет вот какой вид она имеет вот это вот у нас первый и пока что единственный слой значит и так сделаем покажу на примере покажу на примере и так первое значит вызываем две панели нажатием этой кнопочки и значит выберем черный цвет вот он и так у нас черный цвет второе второе на панели кистей мы выберем вот 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 эту кисть вот она значит как она называется мы сейчас посмотрим кстати параметры кисти вот они вот третий инструмент справа параметры кисти вот они и значит у нас здесь есть два главных параметра это не единственный но два главных параметра это радиус то есть размер этой кисти и непрозрачность непрозрачность значит чтобы она от отрисовывалась как следует а нам для вектора нужна непрозрачность абсолютная то есть стопроцентная и поэтому мы ставим непрозрачность на 10 то есть крайне правую позицию а радиус мы выбираем такой какой там просто вот хочется как мы привыкли рисовать представим себе что сейчас мы будем рисовать ну допустим маркером или фломастером и так мы выставили некий размер кисти и сейчас будем рисовать так допустим мы будем рисовать очень простенькую бабочку так и чтобы рисовать симметрично чтобы не рис не отрисовывать два раза два крылышка а нарисовать одно крыло второе будет автоматически нарисовано мы заходим вот сюда вот у нас есть 4 4 кнопочка на панели справа и вот у нас симметрия симметрия и у нас есть 2 2 вида симметрия горизонтальная вертикальная допустим мы выбрали горизонтали так о симметрии вот мы нажимаем вот у нас показано что у нас появился мы раз работаем симметрии значит и теперь о симметрии проходит вот так то есть все если я буду сейчас рисовать что-то в одной половинке то это появляется другой значит кстати говоря кстати говоря у нас есть здесь инструмент мы вызываем и есть кнопочка которая удаляет все вот она раз так чтобы убрать надо или просто нажать на экран или же или же снова на эту кнопочку ну и представим себе некую очень простенькую очень примитивную бабочку все все достаточно значит первая часть закончена